Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова У регионе на гэтым тыдні проходить областная профилактичная акция «Гомельщина за здоровый ладжиття». У рамках ее проведения сёння и завтра с 14 до 15 годин субъектам гандлю и громадского харчаванья города Гомеля пропануется не ожицеулять продаж тутуньовых вырабов. Теорию и практику «Навучание за межным мовом» обмерковывали у Гомельским державном университете имя Франциска Скарыны. Тут пройшла международная навуково-практичная онлайн-конференция. Яна объеднала больше 200 студентов и выкладчиков шасти белорусских и российских ВНУ. Организаторами гэтага масштабных и значных угод науки мероприемства выступили Гомельский державный университет имя Франциска Скарыны и Московский державный областный университет. Головная мета – обмерковать наибольшь актуальные проблемы мовной адукации, обменяться доследчими напрацовками и вызначить планы для дальнейшей реализации. Финальным аккордом международной онлайн-конференции станет выдание суместного сборника, навуковых артыкулов белорусских и российских студентов-удельников. 14-й городский великодный фестиваль стартовал у Гомеля. Урачистое открытие супроводжалося широком цікавых тематичных выстав. Ухоле Гомельского городского центра культуры присутные могли убачить и набыть великодную продукцию самых разных видов. Тут же, подчас займальных майстер-классов, усе ожидающие могли научиться створать тематичные сувениры своими руками. У святочном концерте приняли удел творчая дитячая и дорослая коллективы областного центра. Великодный фестиваль проводится у Гомеля что год. Основная мета этого мероприемства – вертание до вытоков духовных каштовностей, отраджение у громадства христианских традиций, знакомство с православной историей и культурой. Познайомиться с историко-культурной спадшиной нашего региона запрашает Палац Румянцевых и Паскевича. Тут открылась экспозиция под назвой «Архитектурная память Гомельской земли». На ней представлены творчая работа студентов-архитекторов Белорусского державного университета транспорта. Это макеты храмов, монастыров, сядеб и інших знаковых объектов, которые заховались до наших дзен. Сярод их – Кафедральный собор святых апостолов Пятра и Паула у Гомеля, Православный монастырь Роства Богородицы у Калинковицком районе, Святопокровская церковь у Карме, Гомельский областный драматичный театр. Головная мета – притягнуть увагу громадскости, особливо молоди, до проблемы захований историко-культурной спадчины. Сёння у студии программы «Добрый вечер Гомель» размова пойдя про сувениры, их вытворчасть и реализации. Даведуются глядачы про деянность белорусской гильды майстров и рамесников, а так само про выники первого открытого конкурса «Гомельский сувенир», який организовала Гомельское отделение Белорусской гандлёво-промысловой палаты. Глядзите программу «Добрый вечер Гомель» сёння у 21.40 хвилин на телеканале Беларусь4.